Любители рыбалки вновь встретились в клёвом месте. На этот раз на озере рядом с опкой всего более 30 участников. И многие пришли закинуть удочки целыми семьями и даже с коллегами по работе. Рыбалка длилась почти 4 часа. Самых удачливых рыбаков наградили грамотами. На часах 7.30. Рыбаки, выбрав для себя самое клёвое место и немного прикормив рыбу, закидывают удочки. Одни рыбачат с берега, другие заходят по коленам в воду. У каждого свои методы и подходы к летнему лову. Первая рыбка моя. Владимир Фёдоров знает толк в рыбалке. Любит посидеть с удочкой в любое время года. Признаётся, есть прелести и летнего, и зимнего лова. А насколько успешным он будет, зависит от многих факторов. Очень важно выбрать место, какой-нибудь спуск, перепад в реке. Ну и наживку, естественно, очень важно. Леску, крючки. Ну, тут, в принципе, рыбалка – это такой процесс, когда ты постоянно обучаешься, что-то пробуешь, экспериментируешь. И когда это удается найти эту золотую середину, тогда ты уезжаешь с ловом. Антон Шишканов, несмотря на свой юный возраст, настоящий профи. Юноша не местный. Приехал сюда из Москвы в гости к дедушке. Признаётся, рыбалка – его самое любимое хобби. Берёт в руки удочку, где бы ни был. И часто участвует в фестивалях по рыбной ловле. А на его странице в Инстаграм фото с популярными блогерами и профессиональными рыболовами – Нормандом Гробовскиск и Петром Миненко. Среди трофеев – ёрш, судак, окунь, щука, яйца, рога, карп, мохтик. А на море ловил даже сибаса и акулу. Поэтому он давно перещеголял своих учителей – папу, дедушку и прадедушку. Даже сегодня первую рыбу поймал быстрее деда. Юный рыбак признаётся, больше всего любит удить рыбу именно на севере. В Москве я за всю рыбалку могу в городе поймать два таких окушка и буду радоваться. А здесь окунь по килограмму и рядки вещей. Дедушка Антона Николай Шляков гордится внуком. И всегда ждёт, когда он приедет на каникулы, чтобы вместе отправиться на рыбалку не только за уловом, но и здоровым азартом. Душная рыбалка зимняя, летняя. Зимой он приезжает внук постоянно, на Пикото ездим, так сказать, тоже озеро. Недалеко, километров 150. Ну, летом здесь. Никите Бейсееву всего 10. Рыбачит в 7 лет. И не только летом. Знает все тонкости рыбной ловли. Прежде чем вытягивать рыбу, надо дождаться, пока она будет её тянуть, а потом уже её вытаскивать. Потому что она так сорвётся с крючка. А это Мария Бейсеева, бабушка Никиты. Именно она прививает внуку любовь к рыбалке. Мария увлекается рыбной ловлей давно. Любит рыбачить на реке на дым. Особенно зимой. Тогда больше экстрима. Да и рыбалка плодотворнее. А самый крупный улов… 12,5 килограмм щука. Вот мой волшебный чемоданчик. Выручалочка, здесь и колокольчики, и воблеры, и блёсна. Зайнула Абдыков – рыбак со стажем. Приехал в гости к сыну и внукам и не смог пропустить соревнование «Клёвое место». Зайнула признаётся, для настоящего рыбака улов не так и важен. Дорог сам процесс, время проведённое на рыбалке. Отдохнуть на природе. Природа у нас красивая, да. Естественно, хочется от работы разгрузиться. И таких заядлых рыбаков здесь больше 30. И каждый настоящий ас рыбной ловли. Хотя дело не только в мастерстве. Огромную роль играет везение. И вот прямое доказательство. Из троих мужчин, которые рыбачат на расстоянии не больше метра друг от друга, улов – лишь у одного. У всех удочки одинаковые. Крючки все одинаковые, привязаны. Клюнуло у меня. Время пролетает незаметно. Рыбалка закончилась. Участников соревнования приглашают к судейскому столику, чтобы взвесить улов. 196 грамм нормальных. 120 где-то. 103. Рыбаки торопятся выпустить рыбу обратно в озеро. Сегодня многие из них пришли поучаствовать ради спортивного интереса. Иди расти. Самых удачливых рыбаков приглашают на церемонию награждения. Первое место у Николая Шлякова. Второе – у Сергея Матюшкина. На третьей ступеньке пьедестала представительница прекрасного пола Мария Бейсеева. Победителям вручают дипломы и денежные призы. Татьяна Булко, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова